Начну, коллеги, сегодняшний эфир по теме методы групповой работы с вопроса Оксаны. Звучит он следующим образом, я его себе скопировала, сейчас вам, коллеги, его зачитаю. С каких приемов начинать обучение ребят средних и старших классов эффективной работе в группе? На что в первую очередь обращать внимание? Это очень важный вопрос, я рада, что Оксана его задала, потому что действительно организовать групповую работу непросто, обучить эффективно работать в групповой работе еще сложнее. Я вам приведу сейчас примеры собственной практики. Я первое полугодие принимала участие, вы, возможно, кто следит за мной в Инстаграм, вы, возможно, через мои истории знаете, принимала участие в различных лекциях по психологии, по нейрофизиологии, по развитию ребенка и так далее. И группы были достаточно большие, группы были по 60, по 70 человек студентов, которые слушали эти лекции. И очень часто преподаватели организовывали групповую работу для нас. И однажды, когда пришел новый преподаватель к нам, там был цикл лекций, где каждую встречу практически был новый преподаватель, потому что мы у каждой специалист в какой-то своей узкой теме. И встречи все были такие трехчасовые. И каждый раз мы встречаемся, на три часа погружаемся в какую-то определенную новую тему. И вот этот новый преподаватель говорит, что вот сейчас мы организуем с вами групповую работу, поработаем в группы, и вы вот рассмотрите такую-то проблему, потом ответьте на вопросы. И студенты, это взрослые люди, многие из них уже действующие, работающие учителя, есть и неучителя, люди, занимающиеся другими профессиями, но они хотят быть учителем. Они взвыли, они сказали, «О, Боже, нет, 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 только не групповая работа, пожалуйста, пощадите, пощадите, дайте поработать индивидуально, потому что работать в группе, это бывает иногда достаточно энергозатратно, и это непросто. А если группа, например, большая, а если тема сложная, то действительно гораздо легче быстренько-быстренько где-то разобраться самому». Это про нас пишет Елена. Вот, вот, это уже знакомая, да, вам проблема. Но вот я помню, преподаватель немножко переключилась с нами на эту проблему, почему тяжело работать в группе, что случилось. Вы просто устали сегодня и не хотите, или вас, в принципе, эти групповые работы уже немножко достали. Мы немного поговорили на эту тему. Студенты, знаете, выплеснули свое такое, ну, легкое недовольство, нельзя сказать, что это совсем сильное недовольство, были ли претензии, просто немножко поговорили о том, что они чувствуют и чем вызваны такие эмоции, и все. И после этого нам все равно дали групповую работу, и мы работали, и мы работали в группах, ну, и достаточно хорошо поработали. Но я это говорю к тому, что действительно вот с такой проблемой мы можем столкнуться, когда ученики наши или наши студенты не захотят работать в группах. И коллеги даже исследования показывают, что среди студентов, это исследование проводилось среди студентов, наблюдается такая тенденция. Студенты склонны к индивидуальной работе, к тому, чтобы удерживать контроль над заданием самому, а не работать над этим заданием в группе. Исходя из этого, нам, конечно, нужно продумать, честно говоря, две вещи, коллеги. Первое – это доверительные отношения среди участников какой-то группы. Неважно, сколько их там, три или два, или шесть, или пятнадцать, зависит от размеров вашей аудитории. Второе – это распределение рабочей нагрузки. Распределение работы, нагрузки работы. Распределение нагрузки. Лучше так скажу, а то, что мне показалось первое словочитание каким-то странным. Распределение работы между студентами, то есть определение ролей, кто за что отвечает, чтобы эта нагрузка была распределена равномерно. Потому что в группах очень часто бывает, когда вроде бы все-все-все поговорили, а потом отбывается кто-то один. Групповая работа – это еще и проявление лидерских качеств. Многие боятся не стать лидером. Да. Вот если групповую работу представить, как просто посадили, например, несколько людей вместе, дали им задание, то, конечно же, там роли распределятся как-то автоматически. Кто-то отсидится тихонечко, кто-то будет активно рассуждать, кто-то будет активно слушать, а потом, например, сможет сделать презентацию, кто-то будет чертить скетчи, а кто-то будет болтать просто между собой, свободно не принимать никакой участии ни в первой, ни во второй части групповой работы. Поэтому вот эти роли, в том случае, если мы хотим, чтобы групповая работа прошла эффективно, вот эти роли нужно определять заранее, кто за что отвечает. И если действительно ты по натуре не лидер, если тебе потом невероятно страшно предстать перед публикой, представить результаты работы, значит, ты занимаешься чем-то другим в этой группе. У тебя твоя роль и твоя ответственность совсем другая. А кто-то другой, кто любит выступать перед аудиторией, получает еще кайф от этого, пусть он представит тогда результаты работы. Это, конечно, нужно все уметь договаривать. Так вот, возвращаясь теперь к вопросу Оксаны, коллеги, что еще хочу сказать вам. Так, это я сказала, это я сказала, это я сказала. Вот для того, чтобы постепенно формировать у наших учеников умение работать совместно, можно начать с малого, можно начать организовывать их в парах, нужно учить их специальным стратегиям совместной работы, можно давать им определенные направляющие работы, определенные схемы, и главное – учить коммуникации. Это, наверное, самый непростой вопрос, особенно если мы, например, говорим о начальной школе. То есть в диалоге выражаться таким образом, чтобы мы работали над какой-то единственной общей целью, а не спускались до личностного уровня и не начинали, например, выяснять свои отношения. Здравствуйте, Наталья. Дело в том, что если мы просто посадим учеников даже в пар или в группы, само учебное задание, которое мы им дадим, автоматически из них команду не делает. Вот для того, чтобы они научились делать как команда, они должны, во-первых, понимать, у кого какие роли, у кого какая ответственность, а во-вторых, они должны понимать, какая цель этой групповой работы. Также должен быть всегда регламент. Сколько у нас времени? Сколько у нас времени на выполнение этого задания? Какая у нас цель? Что мы можем делать для того, чтобы эту цель достигнуть? И это, наверное, не делается за один раз. Тут нет какой-то волшебной таблетки. Один раз мы применили, это сработало. Это то, что маленькими шажочками, маленькими шажочками. Сегодня мы попробовали в парах аккуратненько. Через какое-то время, вот в парах мы привыкли, через какое-то время мы попробуем работать, например, в тройках. Посмотрим, как это сложится. Потом можно и в четверках. Ну и в зависимости от того, какой метод групповой работы. Бывают же такие, где, например, нужно чем больше группа, тем лучше. Бывают такие, где наоборот. До трех максимум и больше не стоит. И работа коллеги, вот сразу тоже хочу сказать, совместно она может быть как командной, как коллаборативной. Когда, например, у нас коллаборативное взаимодействие, то это действительно может быть какой-то, не знаю, рабочая тетрадь, или отрывок теста, который нам нужно прочитать, или какая-то таблица, которую, может быть, нам нужно заполнить. Но нам это не командно, а у меня таблица, у тебя таблица. Ты над своей работаешь, я над своей работаю, но у меня есть возможность подойти к тебе, спросить, как ты выполнил это задание. Показать тебе свой листочек, задать вопрос учителю, какому-то другому однокласснику, сказать, что я не понял, покажи, как ты сделал, да, я у тебя перепишу и так далее. Это коллаборативная работа. Такое взаимодействие идет по горизонтали, свободное между учениками, для того, чтобы каждый мог выполнить какую-то свою работу. Когда речь идет о командной работе, вот это вот то, что самое непростое, и, наверное, то, что мы не можем очень часто даже применять в учебной работе, я думаю, то вот там как раз-таки речь идет о распределении ролей, ответственности и о том, чтобы внутри этой команды были выстроены доверительные отношения. И важно еще, коллеги, когда мы проводим групповую работу, важно, чтобы учитель был рядом. То есть мы не выходим из класса, мы не покидаем аудиторию, говоря о том, что откройте с такой-то страницы, вот такое-то задание, у вас 15 минут, я пошла. Меня вызвали, например, куда-то, или мне нужно в электронный журнал запомнить. Мы рядом. Мы рядом обязательно, потому что для ребят это непривычная работа. Они так работать не умеют. И, как я уже писала, для них это сводится, давай сядем вместе, наконец-таки поболтаем. Они будут говорить о своих личных темах. И это не просто для них встречная тема, которая очень вкусненькая, которая такая интересная и, главное, такая актуальная для тебя, переключиться на какую-то учебную тему. Учитель должен быть рядом для того, чтобы оказывать какие-то поддерживающие действия. То есть не контролирующие, а поддерживающие. Ходить от группы к группе, задавать вопросы, потому что они могут столкнуться с тем, что непонятно, что делать, непонятен материал, не могу здесь прочитать, очень тяжело. Это учитель будет направлять, подсказывать и помогать им фокусироваться на той задаче, которую они должны выполнить. Изначально необходимо четко распределить роли. Да, когда речь идет о командной работе, вот совершенно верно. Да, нужно точно понимать, кто что делает. Тогда ответственность распределена на равные части, и каждый понимает, что он делает и какой его вклад в эту работу. Итак, сейчас посмотрю, коллеги, все ли я сказала по пунктам, что я вам хотела. И тогда, да, по-моему, все. Тогда мы теперь давайте перейдем к методам. Все, надеюсь, Оксана, на ваш вопрос я ответила. Если возникли какие-то по ходу еще вопросы, тогда можете коллеги мне их задавать. И кто знает, может быть, именно на ваш вопрос я напишу опять какую-то новую публикацию. Итак, я дам вам одну минутку. Если есть вопросы, время написать, даже меньше. Сейчас пока глотну чайок. И тогда мы перейдем вот к тем четырем методам, о которых я вам хотела рассказать. Вполне возможно, что эти методы вы уже сами применяли. Может быть, вы сами когда-то в них участвовали. А может быть, какие-то окажутся для вас новенькими. Ой, прекрасный чаек с лимоном. Супер. Итак, переходим теперь к тем методам, о которых я хотела рассказать. Самый первый. Самый первый, он, я не знаю, как он называется на русском языке. На английском он называется как бас групп. То есть такая жужжащая группа, жужжащая группа. Это самый гибкий способ организации групповой работы. Как правило, я думаю, что вы все участвовали точно в этом. Вполне возможно, что вы сами это организовывали. Я так точно это очень часто использую. В группе должно быть 3-4 человека, не больше. Работа ведется следующим образом. Дается какая-то задача или проблема, или ставится вопрос. Дается время 10 минут, 15 минут, в зависимости от возраста, в зависимости от задачи. И задача участников группы. Внутри группы обсудить эту проблему, или анализ какого-то случая, или какого-то явления, или попытаться ответить на этот вопрос. Он называется бас, потому что в это время стоит жужжание, гу, потому что все тогда начинают одновременно-одновременно говорить, и создается такой рабочий гу. И затем в конце, когда время подходит к концу, группы обязательно должны зафиксировать ключевые моменты на какой-то либо плакат, либо на стикеры, либо просто, например, себе в тетрадку, потому что затем они представляют решение своей проблемы или ответ на свой вопрос. И вот здесь для того, чтобы нашим ученикам, опять-таки, так как они у нас непривыкшие, и так как это действительно непросто, друзья, дело даже не только привыкли, непривыкли, дело в том, что действительно непросто так работать, Вот здесь необходимо их снабжать какими-то инструкциями, дополнительными инструментами для работы с информациями, какими-то наводящими вопросами. То есть, например, если задача стоит в том, чтобы они проанализировали что-то, какое-то событие, какую-то ситуацию, какое-то явление, им можно всегда дать диаграмму Венна, им можно дать какую-то ментальную карту, им можно дать, например, таблицу, куда они должны будут вписать какие-то ключевые моменты. То же самое буллет-листы, ну вот, да, представили, то есть что-то по пунктам, какой-то инструмент для работы с информацией. Если они с этим не справляются, мы рядом, мы даем им наводящие вопросы, потому что они могут не понять, более того, они могут прочитать и снова не понять. И это хорошо, если они умеют понимать, что они не понимают, и главное, что умеют задать вопрос конкретный, а не просто ничего не понятно. Так, далее. Ага, все, вопросов пока нового нет. Коллеги, вот что скажете по этому методу? Я думаю, что этот метод, наверное, использовали многие из вас. Он удобен тем, что его можно в любой ситуации, в любой момент, достаточно даже без какой-либо подготовки взять и провести. Вот, например, все, берем 10 минут, каждая группа получает такой-то вопрос, можно дать один и тот же, а можно дать всем разные, относительно, например, какого-то одного, одной какой-то учебной темы, например, всем разные вопросы, и каждый потом представляет результат своей деятельности. Следующий, наверное, вы тоже о нем слышали, я его очень люблю, но он, конечно, требует уже более детальной подготовки и проработки. Это метод зигзаг или мозаика его еще называют, вот под каким, вы можете писать, под каким словом вы его слышали, под каким определением зигзаг или мозаика. Суть его заключается в следующем. Я сама участвовала в таком методе несколько раз, и мне очень-очень этот метод понравился, он мне очень пришелся по душе. Вот это как раз-таки тот случай организации совместной работы, когда ответственность распределена, когда нет возможности отсидеться, затаиться, сделать вид, что ты не видел, не слышал, тут нужно твое активное включение непременно. Метод заключается в следующем. Ученики получают индивидуальный листок с каким-то текстом, с которым нужно будет ознакомиться. Текстов всего готовится несколько штук, 4, 5, тут зависит все от размеров аудитории, ну и, конечно же, от специфики темы. Каждый получает листок со своей темой, изучает ее, читает, ставит для себя какие-то помарки, пометки. Опять-таки можно дать какой-то инструмент, таблицу, чтобы выписать, например, какие-то ключевые понятия, да, или что-то начертить. Ну, в общем, что-то, чтобы ты не просто прочитал, а что-то непосредственно сделал, какие-то комментарии на полях, что-то нужно было подчеркнуть, что-то нужно выделить. Что-то ты с этим текстом должен сделать. Далее. После того, как ты с этой темой ознакомился, ученики определяются, такие экспертные группы они так называются. Если, например, мы делим нашу тему на какие-то 4 подтемы, и я изучила первую подтему, то я объединяюсь в экспертную группу с другими тремя учениками, которые изучали также эту первую подтему, и мы вчетвером сидим и образуем экспертную группу по первой подтеме, какой-то одной большой темы. Надеюсь, не очень сложно. Объяснили. И всего таких 4 группы. Например, какая тема может быть? Допустим, если тема погоды, то это могут быть различные 4, например, каких-то природных явления. У каждой группы свой текст по этой теме, которую она читает. Соответственно, текст должен быть адаптирован под ту целевую аудиторию, с которой мы работаем. Если это второй класс, то это один текст, это один размер букв, это одна длина. Если это 12 класс, то, соответственно, другая подача учебного материала. Далее. Еще какая тема может быть? Сейчас скажу, сейчас скажу. Например, если вы, допустим, из истории беру, например, французская революция. Одна группа может рассматривать, например, что в это время происходило в религии. Другая тема. Какие политические изменения происходили? Третья, например, тема и третья группа занимаются, что, например, было с элитой. Четвертая, какие законы принимались, что вообще было с законодательной базой и так далее. Пятая группа может смотреть, что было с простым народом. То есть одна и та же большая тема про французскую революцию, но каждая исследует какой-то свой небольшой отрывок из этой всей общей большой истории. Я когда сама участвовала, я была в университете, я проходила очень интересный учебный предмет про учение и обучение в университете. И тема у нас была «Учебные подходы». Это моя любимая тема, одна из моих самых любимых тем. И нас распределили, по-моему, да, на четыре группы нас распределили. Одна группа исследовала бихеристический подход, вторая – социально-консерктивистский, третья – когнитивистский и четвертая – гуманистический. И потом те люди, которые исследовали ту или иную тему, они объединяются в экспертные группы, и там тогда, что мы делаем? Мы сверяем свои заметки, свои комментарии, свои вопросы. А может быть, действительно, я прочитала, и для меня этот текст оказался настолько сложным, что я просто прошу помощи, ради бога, объясните мне в том-нибудь на моем языке, о чем здесь написано, потому что мне непонятно. Задача этой экспертной группы сделать так, чтобы каждый в этой теме хорошо разобрался, чтобы каждый мог ответить на любой вопрос, связанный с этой темой. И мы сверяем свои общие заметки, мы друг другу задаем вопросы, мы вместе пытаемся разобраться, как здесь есть и что, потому что потом наступает вот этот момент мозаики. Потом каждый человек из группы, то есть, например, четыре группы, один человек из первой группы, один человек из второй группы, один человек из третьей группы, один человек из четвертой группы, Они встречаются вместе, образуют новую группу, и вот теперь они же все эксперты, только они каждый эксперт в своей теме. Задача заключается в том, чтобы эту тему объяснить другим людям так, чтобы они тоже стали в ней разбираться, ответить на их вопросы. Если не можешь ответить на вопросы, сбегал опять к своим экспертам, потряс их, спросил у них совета, вернулся назад, объясни. И потом в конце подводится итог, общее какое-то обсуждение, где уже учитель, непосредственно профессионал в этой теме может ответить на вопросы, может выслушать какие-то комментарии каждой экспертной группы относительно какой-то своей темы и проследить вообще за ходом обсуждения, чтобы оно не ушло. Куда-то в ложную сторону. Так, я тут смахиваю с экрана, не обращать внимания, извещения приходят. После, например, такого обсуждения всегда можно провести викторину, неважно, в каком она сервисе будет создана, какую-то викторину для того, чтобы посмотреть, насколько понимание данной темы сегодня на уроке у нас состоялось. Вы, если видели у меня на блоге публикацию «Определив свой подход за две минуты», где я создала алгоритм, при помощи которого вы сами понимаете, к какому учебному подходу вы более всего склоняетесь, вот этот, коллеги, алгоритм я создала именно после этой лекции. Не сразу, потому что алгоритм я создавала две недели. Две недели, при этом он был вот такой весь непонятный, еще две недели ушло на то, чтобы его сделать в понятном виде. Но сам факт, что вот для меня вот этот вот метод мозаики оказался настолько плодотворным методом работы, что вот он у меня потом вылился в такой продукт. То есть у меня лекция закончилась, тема уже поменялась, а мои мысли, они так и продолжали вот в том направлении идти, и в итоге вот вылились тот алгоритм, который я создала еще в 2014 году. И нам, хочу сказать, нам сразу дали инструмент для работы с информацией. Нам сразу дали таблицу, таблицу, в которой были по вертикали, да, в столбцах были различные, указаны различные подкоды к обучению, а по рядам шли ключевые слова. Допустим, что в фокусе обучения, какая роль преподавателя, какая роль ученика, что подразумевается под объектом знаний и так далее. То есть сначала мы очень хорошо разбираемся в своей теме, например, если не достался, пиферистический подход. Я очень хорошо изучила и заполнила первый столбец. А потом, когда я уже общаюсь со всеми остальными экспертами, я заполняю другие столбцы. И вот потом вот эту вот таблицу ты можешь обсудить вместе с преподавателем, насколько мы верно, неверно другого поняли, потому что преподаватели уже проходятся по всем столбам, по всем рядам, чтобы мы вписали туда верные ключевые понятия относительно каждого учебного подхода. Ну, мне очень понравилась эта работа. И при этом вот в том случае, в нашем случае, наши преподаватели, у нас было два человека, которые работали с нами, они в этот процесс не вмешивались вообще. То есть они сидели в сторонке и просто наблюдали. Если мы, например, первый раз работаем с нашими учениками, если мы делаем, например, с учениками седьмого класса, то я думаю, что тут нужно будет обязательно аккуратненько ходить, конечно, направлять, смотреть, как у них протекает беседа, удается ли им работать. И если возникают какие-то проблемы, то тут же на месте их пытаться решать. Вот, это был второй зигзаг или мозаика. Третий, третий, коллеги. Вот этот метод, который знаю я, в котором я сама участвовала, но я не знаю его название. Я сегодня гуглила и так, и этак, и в общем не нашла. Пока он у меня без названия. Я сейчас вам его опишу, его суть, а вы мне скажете, может быть, как он называется, кто знает, может быть, кто-то из вас его знает. Суть заключается в следующем, что аудитория делится, ну, как правило, это, наверное, можно проводить только с аудиторией до 30 человек, даже, наверное, я бы взяла поменьше, иначе будет очень много, сейчас скажу, если где-то 9, ну, даже, наверное, до 20, может быть. В противном случае, наверное, надо будет еще, еще делить, потому что вся аудитория делится на две группы, которые садятся в два ряда напротив друг друга. Например, здесь 10 человек, и здесь 10 человек. Вот почему я говорю о том, что если у нас 30, то получается 15-15, может быть, это очень много, и может не очень удобно организовывать эту работу. Разделяются на две группы. Рассматривается некая проблема или ставится некая задача. И с одной стороны те, которые против, с другой стороны те, которые за. Причем на деле ты, может быть, и за, но попал на тот ряд, который против, и ты там и сидишь. Это очень вообще хорошее умение почувствовать, наверное, точку зрения других людей. Даже если ты с ними не согласен, ты вот понимаешь, что они имели в виду. И работа связи таким образом. Тот, например, который самый, ну, допустим, первый справа, он начинает первым. Допустим, он в той группе, которая за. Он выдвигает свой аргумент, почему он за. То есть, почему, например, этот закон должен быть принят. Или почему, я не знаю, эта революция должна была состояться. Или почему нужно было решить так и никак иначе. То есть, почему ты за. Задача другого человека, который сидит напротив, находится первым, также справа, выслушать его внимательно. И затем ему повторить его точку зрения. Желательно так сформулировать ее кратко. Хотя можно и повторить слово-слово, если такая память хорошая. Но ты должен обязательно повторить его точку зрения правильно. Повторяешь. Тебе человек кивает, что ты понял меня правильно. Затем ты высказываешь свое. И если я сижу в ряду, который против, я говорю, почему я против. Почему я считаю, что этого не должно было быть. Я против того, чтобы это решение было принято. Я против того, чтобы это там где-то что-то строилось. И так далее. Не важно. Это можно как текущую какую-то проблему, которая возникла. Может быть, даже в среде школы. Может быть, это какая-то социальная проблема. Можно и брать из какого-то прошлого, из какого-то другого контекста. Может быть, это какие-то с загрязнением, с климатом связанные ситуации. Их можно много всяких разных найти. Опровергаешь. Да. Нет, вот тут не опровергаешь, а именно как бы повторяешь его. То есть ты его услышал. Не просто так, как человек что-то говорил, ты его услышал. Ты понял его, ты повторил то, что он сказал, и говоришь свое. И, соответственно, дальше очередь переходит к следующему человеку, который сидит за. Он уже повторяет мой аргумент, который был против, и говорит свой аргумент за. Вот я сама участвовала в такой работе. Я совершенно не помню, какую проблему мы, правда, обсуждали. Я даже не помню, на какой стороне было за или против. Но я помню, насколько было это интересно, придумывать аргумент, который бы тебе иначе бы не пришел в голову, потому что ты придерживаешься немножко другой позиции. А тут тебе присвоили роль, которая тебе не свойственна. И ты должен думать в рамках этой роли и выдвигать аргументы. Это очень-очень интересно. И к тому же это развивает, конечно же, умение слушать, активно слушать другого человека, умение четко сформулировать то мнение, которое озвучил человек. И при этом не переходя ни на какие, ни в коем случае, личности. Цепочка такая, да. Совершенно верно. Как можно успеть за 45 минут? Это хороший вопрос. Чтобы, я думаю, не нужно брать на групповую работу коллеги очень-очень глобальные, очень крупные вещи. Особенно, например, если мы такие методы используем в первый раз. Нужно брать что-то такое достаточно легкое, здесь, наверное, не то слово, какое бы слово-то подобрать. Но что-то такое, что не позволит нам очень широко расползтись, очень такое какое-то конкретное, узкое, специфическое. И, конечно, регламент. Вот это самое сложное. Скажу вам, для меня, например, это тоже всегда вызов, потому что я сама человек не регламент. Когда я работаю в группе, я забываю про время. Если ты начинаешь следить за временем, ты следишь за временем, перестаешь работать. Поэтому очень хорошо, когда в группе, например, есть человек такой организованный, с внутренним регламентом, он следит за временем, при этом участвует с другими. А если ты человек творческий, то ты можешь, да, 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 у тебя столько много решений, хочется эту линию отработать, и эту линию отработать, и в итоге не успел, и в итоге не готов. И учитель. И учитель здесь следит за регламентом. Если, например, мы знаем, что мы на эту работу отводим 10 минут, значит, 10 минут, допустим, и все. Или там 10 минут на это, 5 минут на это, и еще 5 минут на это. И каждой группе аккуратно, мягко подходить, что, ребята, ничего страшного, не успели, зафиксируйте то, что есть. Это, да, это нормально. У нас тема за и против смартфонов на уроке немецкий язык. Вот. А если бы еще на немецком, да, обсудите. Да? Почему бы и нет? Потому что пусть и дети сформулируют какие-то аргументы. Аргументы против, аргументы за. Кто-то, возможно, повторит аргумент, например, родителей, или тот, который он слышал. А кто-то, возможно, придумывает и что-то свое. Замечательно. Так, и, коллеги, последний, последний, в котором я, по-моему, ни разу не участвовала, но проводила. Хотелось бы, кстати, поучаствовать тоже. Или нет, 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 по-моему, участвовала, когда еще в университете училась. Этот, наверное, вы все слышали. Метод шести шляп Эдуарда Буно. Вот. Похоже на прошлое, что я описывала. Похоже на прошлое, что я описывала? Ну, только там две роли, а здесь, здесь шесть шляп. Причем очень хорошо, там считай две шляпы, и там видишь за или против позиция, а тут немножечко уровень уже посложнее. И очень хорошо, когда в аудитории действительно эти шляпы одеваются. Тут заключается в следующем работа. Это вообще очень интересная работа. Позволяет просто взглянуть на ситуацию под другим углом. Или позволяет иногда понять, почему мы говорим вроде об одном, но как будто бы на разных языках. Сейчас поймете, почему. Гарри Поттер. Вот, Галина, это я не поняла. О, Вероника, привет! Вот, вот, не поняла про Гарри Поттера. Так, Светлана пишет, я проводила и с учениками, и с учителями. Супер! Это вообще классно. Тут любую проблему, любую ситуацию, любой вопрос можно рассмотреть с разных сторон благодаря этому методу. Итак, заключается он в следующем. Поочередно участники одевают на себя... А, там шляпы, все поняла. Одевают на себя шляпы различного цвета. Правило, начинается игра с белой шляпы, потому что белая шляпа – это про объективность, про факты, про цифры. То есть мы берем какую-то задачу, или мы берем какую-то проблему, или мы берем какой-то вопрос, и просто объективно смотрим, совершенно беспристрастно, что мы имеем, так сказать, по этой теме. Какое у нас исследование проведено, какие мы там цифры имеем конкретные, какие факты случились в связи с этим событием, и так далее. Просто такая инфографика. Сухая. Только факты. Далее. После этого. Красная. Красная шляпа – это чувство. Это чувство, это твое отношение, твое личное отношение к чему-либо. То есть мы можем говорить об одном и том же, и человек будет говорить, ну вот послушай, ну вот смотри, вот есть там такой факт, есть такой факт. А я буду говорить, да ты что? Я против. Я резко против. Это ужасно. Мне это не нравится. Или наоборот, мне нравится, хочу, 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 супер, супер. Это обалденно, это приятно. Потому что я говорю из позиции чувств. Следующая шляпа – черная. Черная шляпа – это критический взгляд. Это критический взгляд на ситуацию, когда человек критически подходит к этой проблеме и задает такие, знаете, хорошие, рациональные, критические вопросы. А что будет, если? А если случится вот такая ситуация? А как мы поступим, если вдруг вот так? А если вдруг такая проблема наступит? И так далее. То есть это такой критический взгляд. Может быть, в красной шляпе ты говорил, да, супер, хочу, мне нравится. Но в черной шляпе ты уже должен думать немножко о последствиях. Несколько шагов наберет. Протусмотреть несколько различных ситуаций. Да, действительно, факты говорят об этом. А если тенденция будет расти? А если, наоборот, не будет? Ну, вот так сказать. Критически взглянуть на ситуацию. Следующая шляпка у нас желтенькая. Это оптимизм. Это позитивное мышление. Это когда какая бы ситуация ни сложилась, ты говоришь, а какие у нас новые возможности есть для этого? А какую мы выгоду можем из этого извлечь? О, посмотрите, мы теперь вот этот, вот такой вот шанс получили благодаря тому, что так сложилось. Это позитив новой возможности. Всегда. Следующее, это зеленое. Это шапка, шляпка креативности и развития. Ты чего играешь? Ну, ты куда смотришь. А, нет, это я просто, я когда думаю, я куда-то смотрю. Не в экран. Это когда человек выходит, ну, за рамки, наверное, привычного, за рамки каких-то прежних убеждений, старой ситуации и находит какие-то новые возможности, принципиально новые совсем. Может быть, они даже радикальные, может быть, они какие-то фантастические, но это что-то новое. И вот эта зеленая шапка позволяет вот это вот, на это новое, на новое выйти. И синяя, это, пожалуй, самая непростая. Я думаю, что если мы такую работу организовываем с нашими учениками, то возможно, что синюю шапку может примирить на себя учитель в качестве итога, в качестве того, как он выслушал, например, ребят. Или можно, конечно, предложить эту шляпу и своей аудитории, но, скажу честно, это самая трудная шляпа, потому что это шляпа про системное видение вот той ситуации или той проблемы, которая обсуждалась. Это, знаете, такое размышление над размышлениями, которое было. Вот это такой немножко мета-уровень. Это нужно системно увидеть вот эту вот ситуацию и обозначить ее, и подытожить. Белое, красное, черное, зеленое, желтое, синее. Вот порядок шляп, он в разных источниках описывается по-разному. Исходная точка всегда белая, но кто-то говорит, что после этого можно одевать черную для того, чтобы сразу критически смотреть, сразу же какие-то такие, знаете, вопросы конструктивные задать, чтобы направление решения обозначить. Некоторые источники пишут о том, что можно... Я саму книгу, кстати, Эдуарда Бану не читала, поэтому я ссылаюсь только на те источники, которые я читала по этому методу. Так вот, некоторые говорят о том, что можно применить каждому человеку, например, только несколько шляп, определенные по очередности, не обязательно все примерять. Кто-то в аудитории делает таким образом, что одна группа берет одну шляпу, вторая, другую шляпу, третья, третью шляпу, четвертую, пятую, шестую и так далее. И, соответственно, поочередно выслушивается мнение всех. То есть одна проблема, да? Но мы увидим, как разная роль, исходя из тех убеждений, которые присущи этой роли, аргументирует свою точку зрения относительно этой проблемы. И это, кстати, тоже очень хорошая возможность понять, почему же мы иногда говорим на разных языках. Потому что если я сейчас вот вся такая на позитиве в желтой шляпе, у меня такая роль, со мной рядом человек, который мыслит, например, критично и хочет сразу же предусмотреть те, как и возможности, так и опасности, которые могут подрастегать, то мы как будто бы на разных языках говорим. На самом деле это просто еще один взгляд на эту же проблему. Вот Светлана пишет, что она так и делала. А Светлана как только напишите, а то я здесь уже несколько способов перечислила. Как так? Мы использовали с Юри, с нашими студентами-магистрантами, когда-то давно, да? И ваш, это уже эти шесть шляп. И мне кажется, что у нас была, знаете, какая, какой вопрос у нас был поднят? По-моему, про использование цифровых девайсов на уроках математики. Юрий, не помнишь, у нас еще тогда Мадис был на нашей лекции? А, ты сейчас не слушал меня. Помнишь, мы, когда еще работали в компьютерном классе, я не знаю, много лет назад, мы со студентами, которые у нас учились на математике опытами, на арбуте облик, организовывали вот эту вот работу «Шесть шляп», она у нас была в Google Доке сделана. И они туда писали свою аромату, ты не помнишь, да? Вот Юрий уже не помнит. Но мне кажется, что у нас была эта проблема. И я помню, как студенты сказали, что это было невероятно интересно читать комментарии, комментарии других людей, тех, которые находились в определенной роли, и также самого себя попробовать в разных ролях. Действительно, иногда дать просто волю чувств, и вот это вот все, все, что там у тебя было, неважно, это было позитивное, а может быть негативное, чаще, почему-то негативное, вот это выплеснуть, вот это вот недовольство, пользуясь тем, что наконец-таки у тебя есть такая возможность, ты в этой роли, ты просто обязан. Ну и также найти, например, какое-то конструктивное решение. Они сказали, что для них это был очень интересный опыт. Так, а, одна проблема, но каждая группа в своей шляпе. Вот, можно и таким образом, да, если есть возможность, можно дать аудитории каждому свою шляпку примерить. Или можно, например, попробовать в группах. И здесь тоже коллеги относительно регламенты, сразу же скажу, ну, в зависимости от той проблемы, которая поднимается, в зависимости от того возраста ребят, с которыми вы проводите эту работу, вот этот вот регламент и устанавливается, сколько времени вы даете, например, для каждой шляпы, сколько времени вы даете этой группе для того, чтобы они эту свою точку зрения, находясь в определенной шляпе, сколько времени потребуется для того, чтобы свою точку зрения представить. Вот. А шляпки мастерили? Нет, мы шляпки не мастерили, потому что они у нас работали в Google Доке, там у нас шляпки были непосредственно в Google Доке, и они туда вписывали свои мысли, вот пошагово шли от белой ко всем остальным, и потом у нас шел на эту тему просто, ну, такая дискуссия у нас было, обсуждение. О, Юля, приветствую! Вот, коллеги, вот такие вот четыре метода, на мой взгляд, очень интересных, и мне кажется, что ребятам участвовать вот в такой дискуссии, которая очень хорошо регламентируется, направляется, было бы интересно. И еще раз скажу, что обязательно должен быть здесь учитель рядом, особенно когда мы это делаем первый раз, потому что если вдруг случится, что кто-то из ребят просто окажется, ну, некомпетентен в данный момент для того, чтобы на эту учебную тему говорить, ну, просто потому что какие-то пробелы есть, не успел, не прочитал, не увидел, не понял, то учитель вот как раз-таки тот человек рядом, который может быстро какой-то нужный пробел восполнить. Но, на мой взгляд, эти методы можно, ну, применять, наверное, на всех учебных предметах. География, история, литература, родной язык, физика. Коллеги, вот сейчас математика, кстати, вот про математику подумала. Юрий, ты не слышал, наверное, те методы, которые я сейчас прочитала? Юрий Ситаряшком работает, я его все время отвлекаю. Привет, привет, Юля! Про математику сейчас задумалась, коллеги, как на математике можно было бы это использовать. Но самый первый, тот, который базгрупп, я думаю, что он подойдет, он подойдет всегда. Тут можно хоть решение задачи обсуждать, а вот все остальные это надо подумать. Вот если кто из математиков применял и знает, пишите в комментариях, будет интересно. Итак, коллеги, моя оперативка, обещанная, на 20 минут затянулась. Так что до встречи на следующей оперативке. Читайте мои посты, обязательно лайкайте, принимайте участие в моих онлайн-курсах и будьте со мной на связи. Мне с вами очень нравится. Всем интересных уроков и до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok